Доброго времени суток, YouTube! Я приветствую всех моих друзей и всех моих подписчиков. Как вы поняли уже из названия видео, сегодня я хочу с вами поговорить снова о системе FlyLady, о которой я уже снимала много видео. И каждый раз, когда я выкладываю подобного рода видео в плейлист своего канала, я получаю один или два схожих комментариев под видео, ну и чаще всего пишут в личные сообщения, значит, комментарии следующего содержания. Прочитала книгу, посмотрела ваши видео, мне эта система категорически не подходит, она мне не нравится, я слишком много работаю, у меня муж и дети, мне тяжело, никто не видит результатов моего труда, или я домохозяйка, все, целый день только и делаю, что готовлю, потом целый день только, оставшийся день только и делаю, что убираю, никто меня не любит, никто не ценит результаты моего труда, убираю, убираю, через 2 часа снова грязно. В общем, как бы я сейчас сложила в кучу все, все видео, вернее, все комментарии, которые приходят ко мне на канал, либо в личные сообщения, либо под видео, и решила снять видео про настрой, про систему FlyLady и про настрой в этой системе. Конечно, все мы понимаем, что настрой – это, наверное, самое главное, то есть если вы что-то решили для себя, если вы этого очень сильно хотите, вы всегда это сделаете. Если решение ваше колеблющееся, если оно не постоянное, то вряд ли вы это будете делать. Так и здесь. В системе FlyLady важен настрой, то есть то, как вы себя чувствуете, то, как вы воспринимаете свои домашние обязанности, в данном случае речь идет о домашних обязанностях. Все это как раз и будет играть, наверное, даже главенствующую роль. Конечно, каждый из нас бывает в разных состояниях. Есть недомогания, есть болезни, есть какие-то события, не связанные с домом, связанные с детьми, с мужем, с родителями, неприятные, приятные, когда-либо некогда, либо не хочется. Я также, как и вы, я обычный человек, я не делаю себе там через силу какие-то вещи, которые надо, предположим, делать, потому что я считаю, что это перфекционизм, вот, а с перфекционизмом, в общем-то, я борюсь, и борюсь уже достаточно давно, и выдавливаю из себя эту гадость по капельке, как Карл Маркс там, Робаву призывал, да, выдавливать из пролетариата. Я все прекрасно понимаю, многие из вас работающие, да, многие из вас, наоборот, домохозяйки с маленькими детьми. Кто-то больше устает от готовки, кто-то больше устает от уборки, кто-то вообще забил на все эти домашние там обязанности и нанимает просто или, как бы, либо знакомых, либо соседей, либо просто приглашает со стороны там, кого-нибудь, кто бы приходил там, помогал, да, по домашнему хозяйству, потому что вот я устала, я не могу, я не умею и вообще ничего не хочу в этой жизни менять. Все, наверное, сводится к этому. Сразу скажу, что комментарии, типа, я даже не вот не пробовала, да, но мне все равно кажется, что эта система мне не подойдет, я отметаю сразу, потому что лучше попробовать и жалеть об этом, чем не попробовать и жалеть о том, что не попробовал. Комментарии, что я, значит, пробовала вашу систему, но выбилась из сил, я не могу целый день убираться, и в итоге я все бросила, и все вернулось на круги своя. Вот эти комментарии меня, конечно, расстраивают больше всего, потому что я знаю, что такое взлететь, я знаю, как потом больно падать, и хочется снова взлететь, потому что ты знаешь, что это такое, потому что ты знаешь, что такое чистый дом, потому что ты знаешь, что такое свободное время для себя. Это больнее всего. Такие комментарии меня, конечно, расстраивают, и я всеми силами желаю, чтобы те, которые уже попробовали эту систему, вновь вернулись на выполнение, скажем так, хотя бы ежедневных каких-то вот рутинных ритуалов, утренних или вечерних, или наоборот утренних там, или дневных. Сразу хочу сказать, что если у вас большая семья, даже если небольшая, если просто у вас есть семья, и вы раздражаетесь от того, что, например, вы убирались там два часа, а муж пришел, тут же посуду покидал грязную, носки расшвырял свои, крошками там засыпал весь пол, не в кухне, а и в кухне, и в зале бывает, потому что пошел кушать к телевизору. Дети, например, вас раздражают, потому что они не делают своих домашних обязанностей. Девочки, прежде чем раздражаться и злиться, давайте, наверное, придем к такому выводу. Мы все люди, мы все человеки, никто не обязан читать ваши мысли, никто не обязан по вашему лицу соображать, довольны вы или недовольны, и вообще, если вы недовольны и раздражены, то что вас раздражает, что вас разозлило. Надо искать какие-то конструктивные выходы из сложившихся ситуаций. Если вас что-то не устраивает, если вы раздражаетесь, конечно, это первый признак того, что нужно что-то менять. Но что мешает собраться, например, вечером в кругу семьи, приятно поужинать, и после ужина обсудить проблемы, проблемы, связанные с выполнением, предположим, каких-то заданий, я не знаю, или домашних, перераспределения домашних обязанностей, обсудить эту тему. Если ваши дети не выполняют домашние обязанности, в первую очередь, вы сначала посмотрите, выполняете ли вы их сами. То есть, если вы не убираете за собой мусор, или не убираете на место разбросанные вещи, почему ваши дети должны собирать игрушки, или почему ваши дети должны убирать за собой, там, я не знаю, обертки, фантики и так далее. Если вы, предположим, все это делаете, а ваши дети это делать не хотят, то поговорите с ними, какие бы домашние обязанности хотелось выполнять им. Спокойно объясните, что вы не можете тащить на себе весь дом, но есть какие-то определенные домашние дела, которые детки будут выполнять с удовольствием, неважно даже, в каком они возрасте. Понятно, что более старшим детям вы можете поручить более серьезные задания, но так вы побеспокойтесь также о том, чтобы они эти задания выполняли, то есть, чтобы эти задания не были обречены заранее на провал. Тут тоже воспитательный момент, получается, играет. Например, мой ребенок не очень любит собирать игрушки. Он бы с удовольствием бросил все так, как есть, и пошел бы там вечером спать. Но когда он видит, что я не в приказном тоне, я ему отдаю приказание, так быстро собрал игрушки свои все, или давай-ка соберем игрушки, или собираю игрушки, что я беру коробку также и помогаю ему складывать на место. Конструктор, он с удовольствием, без всяких напоминаний, бежит сам вместе со мной. Бывает, что я делаю даже это больше, чем он. Попутно я собираю свои вещи, складываю их на места. Я там какие-то мелкие, там раз где-то пыль протерла немножко, и он тоже просит, и он тоже хочет в этом участвовать. Может быть, он еще мало этого не понимает, но когда мы попытались мужем ему навязать какие-то домашние обязанности, из этого ничего не вышло, даже самые простые. Например, выносить мусор. Мы утром идем в садик, это очень удачное время, чтобы утром захватить пакет мусорный из кухни и вынести его, вместе с собой выйти, и сразу выбросить его в мусоропровод. Вот. Сначала он воспринимал это с энтузиазмом, потом ему как бы он стал об этом забывать, да, начинались подгоняния, Илюша, иди там возьми мусорный пакет, иди выбрасывай. Теперь я просто делаю заранее. Вечером вытаскиваю мусорный пакет из ведра, завязываю там в узелок, ставлю около входной двери. Предупреждаю ребенка, Илья, я поставила у входной двери пакет с мусором. Завтра утром мы пойдем в садик, и мы его выбросим. Утром мы собираемся, он уже видит пакетик, я говорю, ты оделся, спрашиваю его, да, ты готов выбросить мусор там, да, готов? Не всегда он хочет это делать, но с другой стороны он с готовностью может побежать и открыть мне, предположим, сам люк вот этого мусоропровода. Ну, с детьми как-то все, мне кажется, достаточно проще. Чем старше дети, тем проще уже договариваться. Пишите списки для них также отдельно, вешайте там, я не знаю, на какую-нибудь магнитную доску, вешайте там на дверь их комнаты, на скотч или еще что-то такое придумывайте. С мужем проще можно договориться, там как бы полюбовно можно решить все. Например, у меня с мужем договоренность, что он вечером моет посуду. То есть я мою после завтрака, мою после обеда, он моет вечером после ужина. И то, в зависимости от того, в каком он там состоянии, не факт, что он может быть готов, например, помыть посуду после ужина. Тогда я без напоминаний, то есть я не стараюсь ему в чем-то там уколоть его, подковырнуть его, спокойно иду и мою сама. Иногда он меня прерывает и говорит, милая, вернись на место, как бы там смотри свою передачу, потому что я сейчас немножко пойду посижу, мне нужно там отойти от проблем или решить, или звонок какой-то сделать, ну мало ли что. Я помою, оставь, то есть оставь, я ничего не буду, не хочу, чтобы ты мыла. Хотя, когда я принимала на себя обязанности по дому, вот именно по системе FlyLady, я решила для себя, что я никогда никого ни о чем не буду просить. И вообще освобожу своих домашних от уборки. Я разделила уборку на части, я делаю там, получается, уборку 3 раза в неделю, но каждый раз у меня уборка занимает маленькое очень количество времени, потому что я не могу 2 часа там драть и тереть, потому что я выбиваюсь из сил. То есть мне нужно какой-то короткий промежуток времени, чтобы что-то сделать. Но если я устала, если я больна, если я просто чем-то расстроена, не буду я приниматься за уборку, я не вижу в этом смысла, пока я не успокоюсь, пока я для себя не решу, что я готова, что я нахожусь в нормальном состоянии духа, я никуда ни с места не тронусь. И уж тем более я не буду об этом никому говорить, я не буду жаловаться на то, что меня никто не понимает, я тут только тряпкой машу. Я буду искать конструктивные пути решения. То есть когда с нами жил свекор, когда у нас еще не было, мы еще не купили для него квартиру, меня раздражало то, что он как пожилой человек, он не видел, у него еще зрение слабое. Если он готовил на кухне, то это значило, что мне потом после него плиту и раковину, и боковые там поверхности, фасады, мне придется перемывать, за ним передраивать. Когда я ему сказала о том, что, спокойно сказала о том, что так и так вот вы заставляете после себя капли жира, там вплоть до потолка, очень просто решилась проблема, он начал на скотч приклеивать газеты, то есть газетные листы по бокам, вот плиты застилал там всю плиту, и в итоге все, в общем, было нормально, то есть на газете брызгали вот эти капельки жира, и было как-то попроще. Когда я ему ткнула его носом, что так и так вот вы оставляете после себя, простите, грязный унитаз, то есть, ну, вот, он совершенно спокойно начал ткать. Когда сказано в спокойном тоне, это действует как бы на человека нормально, но к этому я тоже пришла не сразу. До этого были скандалы, более того, там было не... В общем, было не желание просто общаться, мы жили втроем, но у Мойка такое впечатление, что каждый жил в своей собственном, вот, в своем собственном мерке, потому что я не могла со свекром найти общий язык из-за того, что мне приходилось постоянно за ним вытирать и убирать все. Он, соответственно, обижался, а муж злился, потому что отец, ну, как бы не следит за тем, что он там мусорит, и не понимал меня, потому что он, ну, как бы считалось, что так как я моложе, я должна, в общем-то, уступать старшему. В общем, да, был клубок противоречий. И только вот придя к системе FlyLady, я поняла, что не так нужно себя вести. Вот тут важен был настрой, позитивный настрой. Я надеюсь, что у вас этот настрой так же будет. Я надеюсь, что вы все-таки, возьмете из этой системы FlyLady то, что необходимо вашей семье, ведь эта система очень гибкая, ее всегда можно подстроить под себя. Если вам что-то не нравится одно, это не значит, что оно повлечет за собой другое. Возьмите для себя только то, что нравится вам. Возьмите для себя только лучшее для вашей семьи. И перестаньте жаловаться, перестаньте, как бы, я даже не знаю. Просто я не понимаю вот этих комментариев под видео, что ваша система мне совершенно не подходит. Эта система не для меня. И тут же идут жалобы на жизнь, просто тут вот сразу же. Там меня не понимают, там я тряпкой машу убираюсь. Я понимаю, когда просят совета, но писать такие комментарии, ну, по меньшей мере, глупо. Попробуйте изобрести что-то новое. Эта система не единственная система, которая помогает вести домашнее хозяйство. Есть еще системы тайм-менеджмента. Есть системы, я не знаю, там, лайф-коучинг какой-нибудь. То есть выберите для себя то, что для вас важно. Сделайте свою жизнь удобнее. Зачем жаловаться? То, что вы жалуетесь, оно не сделает вашу жизнь лучше, гармоничнее, приятнее. Только вы сами можете разобраться в том, что вам необходимо и что вам нужно. Поэтому желаю вам всего самого-самого наилучшего. Удач вам на поприще домашнего хозяйства. Желаю вам побед на поприще домашнего хозяйства. Это тяжело, но это возможно. Не опускайте руки, взлетайте и будьте счастливы. До свидания. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь и найдите меня в Твиттере. Пока.